Привет всем! Кроха сын к отцу пришел и спросила Кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Если бы мы все были пекарями, например, мы бы все пекли одинаковый хлеб, и не существовало бы понятия это лучше, это хуже, это хорошо, это плохо, да? Метафора. Вначале. Ну, в общем, хочу сказать, а что такое хорошо? А у каждого из нас есть свое понятие, и у каждого из нас есть свое хорошо. Но одно знаю точно, что все очень просто. Все очень просто. Это хорошо говорить о хорошем. И в неволе. Нахожусь в Аргентине. Привет, из Аргентина, в Буэнос-Айрес. Сейчас нахожусь в загородном домике за Буэнос-Айресом. И это хорошо. У нас конец зимы. 21 сентября наступает весна. И это хорошо. И я решила поучаствовать в конкурсе на канале Михаила Портнова. Хорошо. Что такое хорошо? Так вот, я и говорю. Это хорошо говорить о хорошем. И я хочу сказать лично. Огромное спасибо Михаилу Портнову. Я его лично знаю. Я была у него на канале, я была у него в школе. Это великолепнейший человек. Яркая личность. Умнейший человек. Быть рядом с Михаилом Портновым, хотела сказать, находиться в его школе, дорогого стоит. У него есть чему поучиться. Я подписана на его канал более трех лет. Я многому учусь. Я не имею в виду тестирование, хотя это тоже. Михаил Портнов делает огромное, огромное, огромное дело для нас, иммигрантов. Кто иммигрант от меня поймет, тот знает, что это такое. Я иммигрант с 17-летним стажем, проживая в Аргентине 17 лет. И это хорошо. Я знаю испанский язык в совершенстве. И это хорошо. Я выиграла грин-карт и переехала жить в Соединенные Штаты. Жила там 8 месяцев и по некоторым причинам вернула сейчас в Аргентину. И в сентябре снова еду обратно в Соединенные Штаты, в Нью-Джерси. И это хорошо. Я соприкасаюсь с новой культурой. Я не учу язык. Странно, да? В смысле? Я имею в виду... Как вам объяснить? Наш натальный язык у каждого свой. У кого-то русский, у кого-то украинский, у кого-то армянский, казахский. Ну, разные, да, натальные наши языки, наши родные. Так вот, вопрос следующий. Где мы ощущаем свой родной язык? Где? В голове? Нет. Во всем теле, в каждой клеточке. Потому что мы его понимаем, мы не думаем, мы говорим. Так вот, почему я говорю не учить язык? Не в том смысле, что его не учить, а в смысле понимать. А понимать язык, это значит принять культуру, понять культуру. И принять культуру той страны, в которой вы находитесь. Я говорю сейчас об иммигрантах. Когда вы понимаете, а самое основное принимаете, вы сливаетесь с этим. И начинаете, идет язык, он идет, он идет, он идет сам по себе. Потом идет грамматика, потом идет чтение. Как дети, да, которые родились, слышат слова, а потом начинают говорить правильно. Главное начать, начать говорить. А потом уже идут правильные писания и тому подобное. Так вот, я возвращаюсь к каналу Михаила Портнова. Хочу сказать ему огромное спасибо. Этому великолепному человеку, этой яркой личности. О том, что он делает на своем канале и в своей школе. Он дает удочку нашим иммигрантам и говорит, вот вам удочка, ловите рыбку, ребята. Огромное спасибо. И что хочу сказать, что могу подписаться под каждым своим словом, потому как я лично знаю Михаила Портнова. И действительно, да, это отличнейший человек. Что такое в моем понятии хорошо? В моем понятии хорошо – это жить. Мы живем, и это уже хорошо. Хорошо. А хорошо жить еще лучше. Могу сказать, что, например, успех. Дружба. Быть вместе. Комфорт. Вкусно, тепло, приятно. Ну, все, что хотите, да? Это хорошо. Когда вы это ощущаете в себе, это отлично, это хорошо. Мы живем, и это хорошо. Что могу сказать? Могу сказать одно, что этот список можно продолжать, продолжать и продолжать. Но хорошо то, что я прожила 17 лет в Аргентине. Хорошо то, что я знаю прекрасно испанский язык на высоком уровне, достаточно высоком. Не уча его в университетах – это другая категория, да? Это хорошо, но это немножко по-другому. Носитель языка, когда ты общаешься с носителем языка, со всеми сленгами, со всеми шутками, прибавутками – это отлично. Это хорошо, ты знаешь. И сейчас я перехожу с этого периода Аргентины, ухожу, улетаю в Соединенные Штаты. Снова возвращаюсь, вернее, я там уже была. И сливаюсь с этой культурой, и начинаю понимать английские языки. Это хорошо, это отлично. И что я хочу сказать? Пожелать всем, всем вам, вам, мне, всем, чтобы нам всем было хорошо, радостно, приятно в общении друг с другом, чтобы мы находили точки соприкосновения, чтобы не было проблем, распри, ну, чтобы все было от души, чтобы все было хорошо. И хочу пожелать всем напоследок, чтобы у нас всегда было все вовремя, легко, красиво и хорошо. Огромной удачи, всем вам, всем. Желаю, чао-чао, была с вами Лёля. Бай-бай, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok